В субботу утром Вуэльта достигла самой северной точки своего маршрута Сантандера, где собственно и стартовал 14 этап. Чувствовалась даже какая-то ирония организаторов в том, что именно рядом с океанским пляжем начинались три самые тяжелые дня гонки. Взять, например, первый из них из Сантандера велосипедисты должны были ехать 200 километров, попутно покорив две суперкрутых вершины первой категории. Особенно впечатлял финиш этапа. Последние пару километров нужно было покорять стену со средним градиентом в 19%. Впрочем, в российской «Катюше» подобному даже были рады. В целом такой финиш подходит нашему капитану Хакиму Родригесу. Мы в очередной раз попытаемся выиграть с ним этап или хотя бы сбросить побольше секунд в общем зачете. Именно в ближайшие три дня и решится, кто все-таки главный фаворит Вуэльты. Самый стойкий и выносливый заберет красную майку себе. Бригада НТВ Плюс рядом с «Катюшей» ровно две недели. Все эти дни мы не перестаем удивляться способностями велосипедистов переносить испытания. Перед решающей схваткой нам хотелось понять, какое их физическое состояние после 13 пройденных этапов. Медицинских каких-то проблем пока у меня с ребятами нет. Никто не жалуется на какие-либо проблемы. Но, конечно, все еще впереди. Основные нагрузки впереди. И все зависит от того, как они с этим будут справляться. Но мы со своей стороны делаем все, что возможно. Компенсация дефицитов основных минералов, витаминов, коррекция позвоночника, массажи, физиотерапия. В течение пяти с половиной часов гонщики должны были подняться с нулевой высоты до 1600 метров. Нам было интересно, можно ли считать такую перемену слишком резкой и как ведет себя организм в подобной ситуации. В гонке вообще ощущается, когда уже после тысячи наверху, при больших физических нагрузках уже ощущается нехватка кислорода. Субботний этап не самый длинный на Вуэльте, однако он обещал стать одним из самых долгих. Потому гонка стартовала пораньше, ровно в полдень. Спустя километров 30 вперед уехала группа из 30 человек, среди которых оказался как раз Александр Холоднев. Но до развязки было еще очень и очень далеко. Лучшие из отрывов все-таки сумели дотерпеть до финиша. Неудивительно, что победу среди них одержал райдер Хешедаль, известный покоритель вертикальных дорог. Холоднев боролся до последнего, но немного не хватило. У Александра четвертое место. Здорово смотрелся и Пурита на последнем километре, он сумел уехать от многих конкурентов. В итоге Родригес выиграл 4 секунды у Бортадора, 28 у Вальверда и минуту с лишним у Урана. После этого этапа Хаким поднялся на четвертое место в генерале. До лидера Кантадора осталось полторы минуты, до тройки лидеров 19 секунд. Я доволен результатом, когда стало понятно, что победы на этапе не будет, мы сконцентрировались на финальной горе. Рад, что удалось отыграть секунду у всех, кроме Фрума. Силы на завтра еще остались, так что атаки с нашей стороны продолжатся. Сергей Дерябкин, Александр Колотов, НТВ+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!